Это новости в студии Гульна Рожанда Голова. Здравствуйте. В городах Кокшетау, Семей и Кунаев канализационно-очистые сооружения изношены на 90%, а в масштабе страны устарели больше половины коз. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр. Алихан Смаилов отметил, что сооружения построили еще в прошлом столетии, поэтому эффективность их работы крайне низкая, а применяемые технологии и оборудование неэффективны. Глава Кабмина поручил профильным ведомствам в течение месяца утвердить графики реализации проектов по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений. В развитых странах уже давно применяются технологии с получением электроэнергии, биогаза и удобрений. Есть и у нас положительный опыт. В Шемкенте образуемые отходы перерабатываются для выработки электроэнергии. Такие примеры надо масштабировать. Казахстанцы, нуждающиеся в соцподдержке, смогут получить помощь без обращения в Экиматы. Определить их будут через специальную информационную систему в рамках цифровой карты. Об этом сообщил глава Кабмина Алихан Смаилов. Новшество содержится в проекте нового социального кодекса. Его одобрили сегодня на заседании правительства. По словам премьер-министра, это один из важнейших документов, которым установят базовые социальные права граждан. С принятием социального кодекса соцполитика государство перейдет от заявительной формы в проактивный формат, что позволит повысить качество жизни граждан. В частности, это будет происходить через внедрение цифровой карты семьи, которая с сентября работает в пилотном режиме, но уже себя зарекомендовала. Кроме того, в рамках изменений в соцкодекс в ближайшие пять лет увеличат базовую пенсию, вырастет и размер максимального дохода, который используют для расчета трудовой пенсии 46 до 55 МРП. Об этом рассказала Тамара Дюсенова. Граждане, вышедшие на заслуженный отдых до 1998 года и после, основная часть выплат получат от государства. Будущие же пенсионеры из пенсионной накопительной системы. Кроме того, с 1 января 2024 года для будущих пенсионеров будут внесены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Права вкладчиков в части управления своими активами будут расширены. Граждане могут потратить пенсионные накопления, которые превышают порог достаточности только на лечение и приобретение жилья. Управляющие компании можно передать не более 50% накоплений. Гарантии за сохранность государство предоставляет только той части, которая находится в ведении Национального банка. Ответственность за переданные накопления и их доходность несет выбранная вкладчиком компания. За счет заморозки пенсионного возраста женщин до 2028 года на уровне 61 года теперь количество пенсионеров вырастет примерно на 30 тысяч человек. Об этом заявила в кулуарах правительства министр труда и соцзащиты населения. По данным Тамары Дюсеновой, ежегодно в Казахстане на пенсию выходят около 120 тысяч человек, половина из них женщины. Общее количество пенсионеров на сегодня около 2 миллионов 200 тысяч человек. А через 5 лет за счет инициативы президента казахстанцев на заслуженном отдыхе станет почти на полмиллиона человек больше. По расчетам это будет 2,5 или 2,6 миллионов человек. На 400 тысяч человек мы будем увеличиваться за счет тех, которые достигают пенсионного возраста в целом и плюс за счет женщин, у которых приостанавливается возраст до 61 года. Программа льготного автокредитования должна работать на постоянной основе, заявил министр индустрии в кулуарах правительства. По мнению Каирбекова-Скимбаева, лучше выдавать автокредиты ежедневно, всего по несколько заявок, но без перерывов. Напомню, ранее в Банке развития сообщили, что льготное автокредитование возобновят во второй половине января. К тому времени банки смогут накопить 13 миллиардов тенге благодаря платежам уже под действующим автокредитом. Это позволит выдать 1300 новых займов. Отмечу, по данным профильного ведомства, в 2022 в стране произвели 110 тысяч автомобилей. В планах увеличить показатель на 20 тысяч. Такси Яндекс обвиняют в монопольно высоких ценах на услуги. Комиссия, на которой достигает 20% плохую погоду и праздничные дни, тариф повышается в разы. Компанию также подозревают в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Антимонопольное ведомство проводит расследование. Как поделился зампредседателя ведомства Булат Самбетов, одно дело приостановлено, а по второму идут судебные тяжбы. И к событиям в мире. Число погибших из-за наводнений на Филиппинах выросло до 13 человек. Продолжаются поиски еще 20. По информации местных СМИ, последствия сильных дождей затронули свыше 160 тысяч филиппинцев в 18 провинциях. Порядка 45 тысяч жителей покинули свои дома. Закрыты учебные заведения и приостановленная работа предприятий. В одном городе заведен режим бедствия. Зафиксированы перебои в электроснабжении. В трех муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением. Наказание помощи пострадавшим регионам власти выделили свыше 95 тысяч долларов. Число беженцев Рахинджа, прибывших в Индонезию и из Бангладеш, увеличилось. Свыше 180 мигрантов остановились в провинциях Ачех почти месяц. Они дрейфовали в Индийском океане. Каждый год Рахинджа пытаются уехать из Бангладешского лагеря беженцев в поисках лучшей жизни. В этом году число людей, покинувших южноазиатскую страну, увеличилось почти на 2500 по сравнению с прошлым годом. На сегодня в лагерях на юге Бангладеш проживает больше миллиона представителей Рахинджа. Большинство из них бежало из Мьянмы в 2017 году из-за репрессий со стороны военных. Корейская классика в исполнении казахского тенора. В Сеуле состоялся дебют молодого оперного певца из Астаны. Нурканат Тапиев стал участником концерта, посвященного самому известному композитору Кореи. За выступлением наблюдал наш собственный корреспондент в Корее Владислав Цой. Сегодняшний концерт – это результат сотрудничества Казахской национальной академии музыки с корейскими коллегами. В течение нескольких лет известная корейская оперная певица Лим Чонг-Хва давала мастер-классы в академии. Там она увидела молодое дарование Нурканата Тапиева и пригласила его в Корею. 22-летний Нурканат Тапиев учится на четвертом курсе Казахского национального университета искусств, но уже выступал в России и Италии. В Юго-Восточной Азии Нурканат впервые. На сеульской сцене он исполнил три песни. Для этого ему пришлось в течение двух месяцев учить корейский язык. Я пел на разных языках – русском, французском и кыргызском. Корейский язык не твердый, как казахский, поэтому были сложности с произношением. Я не мог отличить некоторые звуки. Профессор университета Пексок Лим Чонг-Хва, заметивший талант Нурканата, на сцене почти 40 лет. Ее сотрудничество с Казахским национальным университетом искусств началось в 2019 году. С тех пор сопрано – постоянный гость на торжественных приемах посольства Казахстана в Сеуле. Сегодня был успешный опыт. Я уверена, что Нурканат прославит великого корейского композитора Хоннан Па на мировой сцене. Я приложу усилия, чтобы культурный обмен продолжался, чтобы наши корейские певцы выступали в Казахстане, а казахстанские исполнители выходили на корейскую сцену. Сегодня впервые после нескольких лет пандемии состоялся концерт. Певец из Казахстана Нурканат очень чувственно исполнил корейские песни. Мы даже не заметили акцента. Культурное сотрудничество между Казахстаном и Кореей продолжится в следующем году. Профессор Лим Чонг-Хва планирует дать мастер-класс в Астане, а Нурканата Тапиева пригласили еще раз выступить в Сеуле. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. В столице прошел благотворительный фестиваль «Базбергемосфест». Организаторами выступили представители общества фонда «Базбергемос» Казахстана и Акимат Астаны. Главная цель – это поддержать детей с особыми потребностями. На сцене выступили талантливые дети, казахстанские артисты, а хедлайнером концерта стал Димаш Кудайберген. Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что в стране сейчас меняется понимание приоритетов в социальной политике государства. По его словам, в Казахстане будут приняты все меры для поддержки социально уязвимых слоев населения. В том числе и примут законы, которые помогут людям с особыми потребностями. Справедливый Казахстан – это прежде всего инклюзивный Казахстан. Мы строим общество, в котором каждый человек, каждый ребенок, нуждающийся в помощи, должен чувствовать постоянную заботу у государства. Такую задачу поставил президент страны Касмжемат Кемелович Токаев. Поэтому государство будет последовательно поддерживать людей с особыми потребностями, создавать безбарьерную среду и инклюзивное общество равных возможностей для всех взрослых и детей. Ну и на этом все. Эфир продолжит дневная смена. Тема сегодняшнего обсуждения – рост цен и меры поддержки населения. Не пропустите. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова